я слишком рано начал играть я до сих пор играю и могу точно сказать что наверное больше я ничего не умею делать конечно же гвоздик забить это я смогу если бы у меня была возможность еще раз я бы опять устал бы музыкантом не пришлось бы второй раз проживать жизнь третий раз не важно все равно устал бы на творческом пути все никак иначе мама у меня не имела образование никакого музыкального но она сама по себе было очень музыкально я вот сколько ее помню ну как все наверно крыско-татарские женщины они вот почему-то обладают каким-то уникальными способностями в плане музыки вот папа мой был музыкантом он был свадебным музыкантом играл свадьбы и но вот видимо я все это видел в семье мой старший брат тоже музыкант он один из инициаторов который меня отвел музыкальную школу которую я вообще категорически не хотела но когда я уже пришел музыкальную школу я понял все увидел учителя увидел этот класс ударных инструментов и так далее но все я понял что я попал уже все эти музыки мне оказывается было пять лет мне подарили такую небольшую узбекскую дойру моя тетя сделала мне такой подарок и вот он какой-то этот подарок в общем-то оказался каким-то судьбоносным но интерес я наверно проявлял прежде всего ударным инструментом почему-то вот так вот как-то сразу получилось я абсолютно не задумывался о том что хочу я играть на трубе или ударный и все и больше ничего участь музыкальной школе у нас было обязательным играть играть в оркестре играть в ансамбле играть в русском народном оркестре играть в узбекском оркестре симфоническом оркестре и так далее но я это уже понял что это ну наверно тот путь который собственно говоря уже сама жизнь она мне подсказала что все таки я наверно буду музыкантом вот и все поимпровизировать всегда хорошо это свобода без работы ничего естественно не получается это вам однозначно скажу чтобы импровизировать у тебя должен быть вообще полный объем полный багаж ты должен знать музыку ты должен знать различные приемы игры играть где-то и симфоническую музыку где-то и странную музыку но все вот как бы вот потом вот в таком большом обхвате когда ты имеешь вот большой объем вот большой формат музыки который у тебя в голове вот сложился ты потом начинаешь использовать это все энвер работал в очень хорошем месте ресторан дуслик ну такой вот достаточно такое известное место в городе фергане и у них там что-то случилось с барабанщиком ну то ли заболел и так далее ему посоветовали меня я студент первого курса ну первый курс студент музыкального училища это приравнивается сейчас как к девятикласснику ну да чтобы вот люди понимали о чем я говорю вот я пришел с ним отыграл и первое чем мне сказал ты знаешь где труси ты вроде бы неплохо играешь говорит но вот что то вот грек не то это вот было такое достаточно первое интересное знакомство ну у меня какая-то такая внутренняя обида была и все но я просто понимал что действительно наверное что-то не так дело а потом последующем конечно мы продолжили с ним совместную работу это уже время прошло и так далее но с ним всегда мне было очень интересно и комфортно работать я бы сказал так очень интересный музыкант как человек и как друг и так далее противоречия как с музыкантом всегда бывает но мы уже на таком этапе когда мы уже столько работаем что мы глядя друг другу в глаза уже начинаем понимать что он хочет и он знает чего я хочу и я знаю чего он хочет от меня шикарный выдающийся музыкант просто с с ним играть одно удовольствие период когда я начинал с измайловым эмвером этот я без этого никак не получается очень такой интересный период моей жизни это когда я работал с леонидом от объеком у нас был коллектив вот и ну и конечно же это творческий коллектив коллектив дедюля полноценный творческий очень интересный этап моей жизни проект дедюля уже существовал конечно как я туда попал вот опять инвер видите инвер был москве у них в гостях они искали перкуссионисты и тут же инвер говорит о том что хочу вы горит вот берите рустика и они мне передали там тогда поезда ходили там передают кассету я эту кассету дома прослушал но где-то ну я не знаю там сколько неделя недели две и они приглашают меня в москву я собственно уже приехал ну можно сказать подготовленным где-то я уже представление имел что и как но в плане музыки мы по одному разу по два раза проходили произведение всю концертную программу прошли но все горит остаешься будем сотрудничать и будем работать 15 лет 15 лет совместной работы вот большая творческая семья вот представляете это как какой-то механизм как какой-то завод постоянно ты работаешь постоянно выходишь на сцену а сцена она вообще много чего в плане энергетики у тебя забирает ухо-хо ты там ни на секунду не можешь расслабиться там все четенько ты должен вышел отработал как положено никаких там косяков в этом смысле у тебя не должно быть у нас какая-то вечеринка была и там вот была ударная установка валера садится за ударную установку и начинает играть я так понимаю что там по тонам настолько все сходится по тональности я начинаю опевать но он останавливается и говорит слушай а ты не хочешь попеть вот опять таки вот так вот оно и произошло я груда нет я никогда не думал то там немножко друг другая структура пения получается это не песню петь а что-то выдумывать будет а давай попробуем и так и получилось вот собственно говоря первая моя запись была как ну я себя так конечно не могу назвать как вокалиста ну скажем исполненная исполнил вокальную партию это композиция на рассвете вот тогда я запел буквально несколько аккордов и вот эти аккорды надо было петь но при этом ты не должен был ни одного слова не сказать просто опевать но это наверное вы знаете этот вокал я бы сказал бы но такой приближенный к африканскому стилю мне почему-то вот африканская музыка всегда нравилась она и нравится сейчас если грита возврате конечно не мне стало здесь комфортней гораздо потому что здесь моя семья мои дети мои друзья вот гораздо лучше я себя конечно здесь ощущаю мне вот а в плане творчества конечно немножко ну потому что я немножко еще и другую музыку начал играть что касается поле деятельности если вот так бы сказал да ну немножко скучновато но ничего чего когда-то я отдыхать приходится так что вот здесь я буду совмещать полезное с приятным дом музыка так далее музыка Субтитры подогнал «Симон»